Красиво! Вот туда бесплатно и тогда пойдем. И скорее всего мы сейчас тоже купим картину какую-нибудь. Смотрите, свечка круассан, как это мило! Как будто бы меня сейчас тут ограбят или что-то сделают. И потом смотришь вот так вот вниз и тут... Эксклюзив, только на нашем канале. Офигеть, это круто! Ну и погодка за окном, конечно, серая, очень серая. Всем доброе утро! Доброе утро! И снова добро пожаловать в наш очередной влог на этот раз из Парижа. Мы сейчас находимся в районе Мон-Мартр, да? Да. Мы здесь остановились и сегодня мы хотим как раз таки в этом видео посмотреть этот район. Потому что здесь очень-очень много достопримечательностей. Но перед тем, как мы пойдем туда, давайте я покажу вам нашу квартиру, где мы остановились. Мы сняли апартаменты в Airbnb, район Мон-Мартр. Место расположения этих апартаментов очень хорошее. Находится прям 4 минуты от метро и рядышком 10 минут, наверное, до этого, до Сакрикер. Ну, наверное, если с лестницами считать. Если с лестницами, да, считать, то там такой подъем, потом мы вам покажем. Вот наша входная дверь. И мы вот заходим и тут сразу же у нас кухня. И Саня. Вот это Саня на любимое место. Он тут сидит и смотрит свои видосики. Вот. Это вообще для того, чтобы здесь есть завтрак и, в принципе, кушать. Но мы что, мы туда расставили нашу косметику. Всякий парфюм. Здесь у нас сразу это диван. Что это? Лавочка какая-то. Лавочка на кухне. О, жопочка. Вот так вот и живем. Дальше проходим. И здесь сразу вот зеркало. Это я со своей магической кружкой, которая говорит, что утро, оно не магическое. Когда особенно она такая активная все время. Вот. И здесь сразу такая вот кровать. Без тумбочек, без ничего, без никаких прелюдий. Сразу вон там вот окошечко у нас. И тут ванная комната. Вот понимаете, вот эта вот кровать, а вот ванная комната и сразу вот унитаз. То есть тихо в туалет не походишь. Вот. У нас ванная комната. Здесь у нас уже всякие наши эти ванные принадлежности. Мы вчера заселились, поэтому уже все расставили. Ну и такая вот душевая-душевая, кстати, довольно-таки очень хорошая. Она новая. В принципе, ванная комната, так видно, что такой свежий ремонтик здесь. И все в хорошем состоянии. Но комната, конечно, супер-мега маленькая. Но в Париже все комнаты маленькие. И это еще более-менее мы по хорошей цене сняли. Потому что везде цены просто бешеные какие-то. Я не знаю, с чем это связано. Мы с Сашей все думали. Может быть, потому что майские праздники, то ли что. Но цены сейчас, хотя это быдние дни и даже не выходные. Да, Сань? Мне кажется, тут цены всегда такие, наверное. Ну, не знаю. В общем, мы заплатили за три ночи около 11 тысяч. Где-то 10-800, правильно? Крон. Крон. Да, 10-800 крон. А евро где-то здесь ставлю. 440 евро где-то. Вот 400. Саня все знает. 440 евро. Ну, прикиньте, просто за три ночи. Ну, ничего страшного, как бы. Пожить можно. Но, конечно, после Диснейленда, если вы не знали, мы жили в Диснейленде две ночи. И знаете, я как будто вернулась с небес на землю. Не знаю. Залина букает на эту квартиру. Мне кажется, она не маленькая. Она довольно-таки приличная. Мы останавливались в отелях и в Airbnb, возможно, которые были гораздо меньшим размером, чем эта квартира. Здесь отдельная комната для спальни, но туалет прямо практически в спальне. Да. Но дверь есть. Все замечательно. Кухня есть. Стол есть. Какой-никакой диван, табуретка. Скамейка. Есть. Есть. Довольно-таки большая комната. В многих отелях таких размеров комнаты ты не получишь. Здесь больше 20 квадратных метров, я думаю. Ну, может быть, да. У меня рука устала держать камеру. Пойдем. Все, мы пошли гулять. У нас здесь такой вот модный лифт. Он супер-мега крошечный. И такая вот лестница, посмотрите, крутая. Вот так вот прям. Может, пускай. Этот лифт такой медленный. Мы живем на шестом этаже. И он поднимается в вечность. И заходим. Вот такой вот маленький тут крошечный лифт. И, прикиньте, мы сюда вот с чемоданами пытались зайти. И все. Сейчас дверка открывается там лифт. Опа. И тут помещается максимум два человека. Три. Три, говорят. Что-то не верится. Welcome to Paris называется. Paris. Вот такой вот здесь модный лифт. Зато здесь вот эта вот дверь, она красивая, зеленая. Сейчас покажу, как выглядит со стороны. Вот так вот выглядит дверь. Та-дам. По-моему, красивая какая штучка. Двери Парижа называется? То, что люди ходят, фотографируют разные двери Парижа и снимают. Да. То, что все двери очень красивые. Ну, может быть. Я не знаю. Я не слышала про это. Но то, что действует... Ну, в принципе, архитектура в Париже, конечно, очень красивая. И вон всякие там балкончики. Так тихо, спокойно. Мы вчера, когда приехали, мы приехали в 6 вечера. Было более оживленно все. Ну, потому что уже вечер был. И сейчас вообще, конечно, знаете что? Нам не везет все с погодой. Это какое-то проклятие. Мы вчера приехали, получается, сюда. Погода была нормальная, солнечная, хорошая. Да? Прям вообще зашибись. И сейчас утром просыпаемся. Написано на улице, солнечно сегодня будет. И где солнце? Где оно? На улице пасмурно и холодно. Немножко вам атмосферы Парижа. Переходим дорогу. Знаете, вот мы сейчас переходим дорогу, но здесь нужно быть аккуратней. Потому что здесь велосипедные дорожки вот такие вот. И мы вчера несколько раз не сбили велосипедисты, да, пока ехали? Да. Так интересно, конечно. Неожиданно. Хотя бы, знаете, каким-нибудь другим контрастным цветом бы покрасили? Допустим, ярко-синим или зеленым. А то выглядит просто как асфальт, да? И фиг поймет, что здесь должны велосипедисты, кроме вот этого маленького знака. В общем, непривычно. Такого у нас в Чехии нету, поэтому такой маленький контраст. Вот, смотрите, видите, здесь вот улочка, всякие разные магазинчики сувенирные. Вот, и нам надо будет купить магнитики здесь. И знаете, мы вчера так примерно посмотрели цены. После Диснейленда, конечно, все кажется так, все дешево. Вон тот же самый Микки Маус, да? Не обязательно надо покупать в Диснейленде. Ой, блин, как холодно, ветер такой холодный вообще. Пока еще все закрыто так в толком, потому что мы пришли рано. Ой, ну вот эти магнитики-багеты мне очень нравятся. Я бы хотела магнит-багеты. Да, возьмем. Или просто I love friends. Мы решили в итоге такой вот багетик взять. Они везде здесь стоят по 4 евро, такие магнитики. Мне кажется, прикольно. Вот здесь вот разные есть на любой вкус и цвет. В общем, смотрите, мы уже подходим. Осталось только подняться по лестнице. Давайте пойдем или как? Саша сказал, что здесь можно подниматься пешком, а можно брать машину, автобус, да? Автобус туда ездит. Автобус туда ездит. Ну, мы пешком пойдем. Мы же спортсмены. Мы спортсмены. Какого пути пойдем? По вот этому пути? Или там вот такая прямая одна лестница большая? Дом есть без разницы. Пойдем по прямой лестнице. Хорошо. На улице Дубай, Дубак. Еще ветрено, знаете, и ветер такой холодный-холодный. Мне кажется, сейчас наверху еще ветренней будет. О, да. Здесь еще есть фуникулер. И можно на фуникулере наверх подняться. Это прям тоже для ленивых. Ну, мне кажется, Саша пошел узнавать стоимость. Походу, потому что он не хочет подниматься по лестнице. Ну, сейчас посмотрим. Сколько стоит? Два евро. Два евро на человека? Да. И ты хочешь поехать? Ну, хорошо, если хочешь, поедем. Как классно есть спортом заниматься. Посмотрите, там люди бегают. Туда. Они наверно... Можно пешком подняться. Верхний, верхний. Мне кажется, давай спортом позанимаемся. Мы вчера такое фондю ели, что надо спортом заниматься. Ты толком не ела. Давай. Саша говорит, ты толком не ела. Кстати, вот то, что мы вчера ели фондю, мы ставим в это видео ближе к вечеру. Как будто бы мы ужинали. Сегодня. На самом деле мы ужинали вчера. Вот. Какие, да, у нас это? Хитрые. Хитрые, да, контент-мейкеры. И тут спортсмены, да, туда, вверх-вниз, вверх-вниз. Прикинь, они, наверное, несколько раз там делают? Устала. Саня смотрит и думает... Те, кто не пожопил, 2 евро. Саня смотрит и, наверное, думает, ах, почему мы не поехали, да, Сань? Да не, нормально. Нормально. На самом деле очень тяжело. Осталось 4 тысячи. Смотрите, здесь всякие разные замочки. Парочки оставляют, видимо. Воу! Ааа! Это все, оказывается, ничто по сравнению с этим. Как много! А у нас замочков нету. Ааааа! Да, это, может быть, для спортзала? Мы оставим его здесь? Нет. Нет. Я думала, Саня подготовил замочек. целый бизнес оказывается вот сзади меня эти замочки которые вам показывала снимала и тут проходят торгаши и такие маленькие продают вот эти вот замочки типа покупайте покупайте потом вешаете вот интересно у нас так и налички нет у нас только карта вообще здесь конечно вот смотрите сколько здесь замочков вот здесь здесь везде вообще абсолютно и там вот снизу тоже замочки висят вот он красиво сакрикер переводится с французского как священное сердце оно посвящено сердцу иисуса христа символу его любви и милосердия хотите верьте хотите нет но стены сакрикер остаются белоснежным благодаря самому необычного моющему средству не поверить что это дождь а все потому что камень травертин из которого построена базилика выделяет кальций когда намокает что делать его еще билей никаких мощных средств не нужно природа сама позаботилась здесь очень-очень-очень красиво да сами цели какой вид открывается смотрите какая здесь красивая лестница это они готовятся к олимпийским играм в этом году олимпийские игры во франции париже отсюда оказывается не видно эйфелеву башню она находится где-то там и вот там самое высокое здание в париже разрешение на постройку его дали изначально а потом пожалели об этом потому что мы после него парижа нельзя строить небоскребы зато офигенный вид оттуда прям прямой вид на эйфелеву башню там чтобы туда подняться 20 евро на человека стоит я думала я сейчас это увижу эйфелеву башню вот отсюда смысле это будет первая встреча с ней но нет видимо будет все-таки позже с ней встреча круто это ваше все-то будешь жертвовать своим замочками спортзала вот такой вот он шмот прикиньте не дает свой замочек повесить так это вообще некрасиво даже смысла нету и потом они срежут твой замочек не срежут смотри сколько тут замочками мой замочек и срежут смотрите еще чего интересно да в париже что здесь серые крыши везде потому что когда допустим сможешь высоко на прагу то везде красные крышки крыши крышки крыши это такого кирпичного кирпичного цвета и черногори до старом городе тоже а здесь все крыши серенькие он видите серые крышки 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 к бутылок залина и как она объясняет просто надеюсь я вас хоть рассмешила своим опис своими описаниями я тут еще говорил то что здесь лестница красивая вот эта яркая как сам район ман-мартр да отсюда я говорю говорю а тут я смотрю на эту ну как бы не яркая же не там где-ка это к олимпийским играм где подготовили с него же да я ее снимала наверху вот и она такая же ярко как в этом район ман-мартр на самом деле я бы не стала рисовать ну потому что даю как будто бы она сюда не подходит ну ладно смотри на крыше семь евро туда подняться стоит подняться на эту базилику стоит 7 евро саня сказал что ну вроде как я в инстаграме увидел может быть уже 15 ну ты бы поднялся тогда сейчас я кушать пришел инстаграме голодный мы поднимемся на триумфальную арку так что это точно поэтому ну и на там вообще красиво внутри интересно и не видел я видел просто лестницу туда еще пойдем это было так смешно это как я говорю саша вход туда бесплатный сашкают такой вот туда бесплатно и так вот тогда пойдем сразу не голодный да они так это армия французская они так опасно выглядят вообще просто как будто бы полиция они ходят с ружья с ружьями и как-то жутковато да с автоматами да да кого-то здесь что-то вот такие вот мероприятия конечно это просто рай для карманников особенно в париже надо здесь вот когда что-то смотрите обязательно смотреть за своими вещами вот а мы направляемся смотреть что там внутри творится здесь можно подняться на крышу как мы уже говорили и вот здесь вот цены на взрослого человека 7 евро как саня и говорил может новые цены 8 евро и это и 5 евро на детей но скорее всего то тогда новые цены может быть все заходим до диск вот бесплатный как я и говорила это круто посмотрите на эти потолки заходим здесь нужно быть тихими внутри базилики царит абсолютное спокойствие это место где вы можете отдохнуть от шума и суеты парижа вы увидите великолепные витражи мраморные колонны и скульптуры которые создают гармоничное вдохновляющее пространство для молитвы и размышлений даже если вы не религиозны посидеть там тишине и задуматься о жизни это особенное удовольствие одна такая свечка стоит 10 евро поставить ну не хило так скажу а вот такие вот свечки стоят по 2 евро потому что свечки таких баночках ты можешь их с собой домой потом взять на память смотрите вот видите и дома поджигать и будет у вас такой же запах как в этом базилике сакрикер смотрите здесь стоят такие вот автоматы вы можете купить монеты эти монетки стоят 3 евро при выходе здесь сразу сувенирная лавка здесь можно купить всякие открыточки или что-то еще на память с этого потрясающего места такие вот прикольные смотрите закладочки закладочка для книжек всякие магнитики пока вот вы спускаетесь можно увидеть вот такой вот красивый фонтанчик а класс мы здесь были мы здесь были развели там развели людей да там видите там браслетик черный там браслетик черный человечек завязывает белым туристом вот и сейчас начнут что делать про есть бабки до просить деньги на самом деле здесь вот очень много всяких разводилов до на улице много везде много разводил но здесь про парижа очень много и дано там какая-то девушка к нам подходила говорила подпишите подпишитесь подпад распишитесь здесь напишите что-то этому таки нет и ушли наш сегодняшний улов это кофе американо это багетик французский и тут еще у нас два круассана и два эклера но мы их потом покажем вам правильно да сейчас все идем домой завтракать потому что мы супер мега голодная и уже хочется честно сказать откусить этот багетик представляете чё натворил саня он съел багет мы не дошли сюда дома и знаете чё он вообще не любит жопки обычно одну жопки у хлебки хлебки крышки зали на ее русский язык прикиньте и сейчас взял и укусил мой багет беспредельщик полнейший мы сейчас во первых мы за все это богатство заплатили сколько 13 13 евро ну нифига не дешево кстати но вот и самые дорогие были вода и сладости без них было бы 6 евро да мы эклеры просто купили я обожаю клеры и я и ну не могла сдержаться мы взяли фисташковый эклер и шоколадный эклер и сегодня будем пробовать вот если бы не эклеры вышло бы 6 евро даже меньше да было бы нормально да вот так что мы сейчас идем магазин еще нам надо зайти продуктовый потому что мы хотим купить какие-нибудь колбас какую-нибудь колбасу да ветчину чтобы с багетиком дома поесть ну короче мне уже так нравится все принципе уже второй день в париже мне уже все нравится когда такие булочки но здесь знаете что здесь рай для сладкоежек для таких как я потому что я безумная сладкоежка это для меня как наркотики и так все вкусно выглядит это так смотришь на это все прям хочется это есть там и какие там тортики какие там пироженки вот и на это смотришь и прям хочется все скупить но купила пока только эклера это уже ну как бы не дешево здесь конечно это называется наши килограммы это начинается в чехии смотрите вот мы купили колбасы и вот наш хлебушек это багетик санечка уже порезал там про санчики вот наши красивые эклертики а там саня на тырил в отеле когда мы были диснейленде и всякие соусы помазанки ох но приятного нам аппетита жопочка а вон еще саня на тырил мы уже все позавтракали снова гуляем по нашему райончику и сейчас снова поднимаемся наверх там где у нас базилика он туда потому что все самые интересные достопримечательности находится наверху оказывается мы пойдем смотреть розовый дом потом мы дальше посмотрим сквер с художниками да и и сейчас вот надо купить билетики нам что подняться наверх мы не хотим пешком подниматься как сколько 250 стоит билетик подняться наверх на фуникулере правильно но 2 евро 2 евро вот единственное знаете чё уже как бы час дня а на улице теплее не становится сперта прям за углом смотрите как здесь красиво мы только вот поднялись буквально чуть-чуть и тут уже вот открывается такая красота но только бы не эта черная машина победе какая кафешка цветочках ну красота да а вот и сквер с художниками среди сири суд картины картины и скорее всего мы сейчас тоже купим картину какую-нибудь и потому что 20 евро потому что мы любим картина значит ты думаешь здесь 300 достает маленький 90 ага вот эти маленькие картины стоит сколько 90 евро да а наверху вон те картины стоит по сколько 300 евро ну походу мы не купим диск артина походу мы купим просто напечатанную картину за 3 евро даст и 1 1 офигеть ну красиво так красиво не рисует в среда такие картины она фото написано фото а я снимаю ой 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 здесь конечно очень много картин вот там вот там и за две тысячи евро это две с половиной тысячи евро в общем на любой вкус и цвет на любой кошелек но мы там нашли картины по 40 евро возможно купе но нет но не уверенно конечно есть про вообще какое-то современное искусство саня любуется смотрите нам дали к это визитку и какая красивая у художника визитка это его вот почерк как он красиво рисуют и такие же у него и такие же у него картинки такой же стилистики и такие же визитки но здесь конечно вообще прикольно да оказался тот художник времени мало ада обалдеть этот художник которого то сейчас картины снимала он оказывается серб и немножко говорит по-русски по-моему немного русским здесь прям сидят и рисуют портреты вау классно картина на фоне нот вот да прикольно сколько не стоит интересно 60 и вот рядом с этой площадью есть маленькая сувенирная лавка или какие прикольные посткарт смотрите какие это свечка прикол это твой о тебе понравился запах прикиньте да все вот такие вот игрушечки это тоже свечка свечка багет смотрите свечка кровослан как это мило вот это вот все свечка нет не то что внутри а стакан сам по себе тоже свечка мне кажется вот это прикольно было бы взять да смотрите какие здесь яркие шоколадки вот такая вот шоколадка стоит 12 евро его наверху вот такие вот есть плитки шоколад тоже все такие яркие яркие очень классный дизайн и вот такая вот сумка есть можно ходить за продуктами потом что ты думаешь как я как я вообще магазинчик куда мне тоже нравится надо ускорять у нас смотрите состоялся мини-шоппинг мы купили свечку классную которая круассан свечка и купили шоколадки там упаковки три шоколадки стоит 12 евро вот и свечка стоит 10 евро сейчас мы бежим смотреть розовый дом а потом уже ужит в очень классное место а ужинать обедать обедать подъем в очень классное место инстаграм на но здесь конечно очень много разных разных магазинчиков и мы не чего не успеваем и вон здесь тоже картины продаются в господи где все 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 очень много интересного что есть вам лите картину там саня меня ждет его средний сBLANKhun магазине сики ништяки продаются боже это вот здесь вот не в диснелэнде деньги тратятся а в париже да мне тоже страшно так во первых мы все эти магазины обойдем уже завтра с утра до садимся ради этих магазинов и готова пораньше вырастутся знаете вот мне вообще не интересуют такие как там всякие там люксовые вещи мне очень интересуют вот такие типа свечки в виде кросса на какие-нибудь картины знаете вот это вот все ну вот мы и дошли до дома какова красота до розовый дом и зеленые окна очень популярная тема все снимаешь точно дубль номер два история этого потрясающего розового дома один раз художник напился гулял всю ночь и идет такой на улице рассвет и он такой смотрит на дом и лучи солнца падает на этот белоснежный дом он был белого цвета изначально его такой блин так красиво падает потому что эту свет такую сделаю розоватым оттенком и он взял краску перекрасил этот дом розовый цвет хотя дом был не его прикиньте и учеб то хозяин конечно возмущался вот все дело не нравилось какое-то время он был розовым а потом он взял чё сделал перекрасил его обратно белый цвет и это место не стало таки популярному такой он понял то что свет оказывается решает и перекрасил обратно его в розовый цвет потом этот дом стал популярным инстаграм нам здесь все правильно я надеюсь что правильно может быть какие-то нюансы короче не эти одно фишка в том что пьяный художник перекрасил дом розовый цвет хозяину поток сфера не понравилось потом он понял что эта фишка и об этом перекрасил снова в розовый цвет сейчас популярное место хотя еще смотрю на этот дом до честно сказать ничего особенного отвечу тебе нравится хотим хотелось бы короче да за историями ко мне вот она pink мама красиво такое зеленое тоже здание прям как возле розового дома и сейчас идем туда ой какая большая очередь по место очень популярная поэтому да я думаю да прикольненько здесь атмосферника какой красивый у меня муж посмотрите какая у него рубашка да от санечка у нас заболевает ему плохо посмотри на меня так смешно на тебя этот вкус смотрится как будто это это твои волосы нам уже принесли наши напитки у сани пиво у меня билини билини ой билини какой у меня билини шприц с укропом такого я еще ни разу не пила трюфельная паста никогда трюфеля раньше не пробовала первый раз буду пробовать а у саша пицца маргарита с острыми сосисами да выглядит очень вкусно ого какая паста интересно смотри я люблю грибы саша ненавидит грибы здесь трюфеля и знаете как будто бы грибы умноженные на 10 вот по вкусу очень сильно такой выраженный вкус и там обалденно мне прям нравится а вот я как ну хорошая пицца огонь прикольно да да все за ваше здоровье вообще-то засанена потому что саня болеет приятного аппетита как он измышал счет на 56 еще чуть-чуть афигеть 56 половиной евро на такое место мы ожидали больше большего нет места большего счета да сколько это как тебе вообще здесь если бы я был итальянцем мне вы пицца не понравилось но я не итальянец поэтому я дам ей 8 из 10 я пробовала эту пиццу мне лично она понравилась мне показалось она очень вкусная очень вкусная это не настоящая пицца окей я еще по поводу пасты мои трюфельные это было очень вкусно бомба и даже саша понравилась моя трюфельная паста вот она потом подидают соус прикиньте шок контент подъехал все мы сейчас оплатили это все дело сейчас пойдем фотографироваться потому что здесь очень красивое место на теле так интересно что это инстаграмное место и мы не ожидали от инстаграмного места что здесь может быть еще и вкусно и были приятно удивлены и плюс то что это инстаграмное место здесь очень много людей здесь огромная очередь цены более менее адекватные да все равно да типа не crazy диск картина вокруг прикольненько микрофон включен сами как всегда проверяет меня вот здесь все выше и выше поднимаешься и везде вокруг картины и потом смотришь вот так вот вниз и тут мы тут сделали пару фотографий надеюсь что-то получилось здесь конечно прям фотосессия у всех все фотографируются здесь потому что очень красиво ничего не скажешь и мы такие тоже пару фоточек напилили но мне не знаю надо бы сейчас посмотреть может что-то получилось есть что-то нормальное конечно место просто топовая очень классно здесь бомба мы сейчас решили пойти попить кофе где снимался фильм омели омели же по-моему называется я тоже я на самом деле я начинала смотреть этот фильм но я не досмотрела и хотя я знаю что этот фильм довольно таки популярный но ничем эмили в париже это сериал от netflix а омели омели это очень старый фильм кто смотрел напишите комментариях садят как вам фильм омели нравится или нет или вот такие же как и мы которые не смотрели но кофе вы пошли бы попить очень красиво такие цветы париж конечно вызывает не одну неоднозначные впечатления по крайней мере у меня у меня сперва когда вышла только с метро было такое ощущение типа куда мы вообще попали потому что мы ехали метро там какой-то чувак он под наркотиками то ли под чем начал хоркаться и какие-то странные звуки сдавать потом мы выходим из метро там какой-то скандал орет бабушка орет охранник который вот возле метро и там другая женщина подлетает тоже орет охранник берет кидает какую-то штуку через знаете где проходишь билеты вот эти контакты через контроль в общем мы таки и выходит это как куда мы попали и здесь как бы я знала что париж самый чистый города и когда мы вышли ну правда нечистый город везде какие-то бутылки валяются как-то так все странные людишки ходят в общем таки и это к и в то же время очень супер мега туристический район и я обалдела от этого всего и водку как бы я выхожу и я прямо напряжение по что мне некомфортно здесь находиться у меня такое чувство как будто бы у меня сейчас тут это ограбит или что-то сделают лучше не неприятно и странной периодически такая до расслабленной и периодически как-то встречу напряжение расслабленное напряжение короче полностью расслабиться здесь не получается все время в каком-то таком состоянии подвешенным ходишь надо первый день пока в париже поэтому посмотрим как на третий день может быть надо просто к этому видимо привыкнуть вот но в целом не очень нравится он такой прям для меня какой-то какой-то это город контрастов о боги я увидела здесь боже как вкусно пахнет черешня черешня смотрите какая вкусная да можно будет посмотрите здесь вот таков мы дошли как раз пока шли дошли до кафешки где снимался фильм о мели и она здесь работала как я знаю называется кафе 2 мельницы но я хочу теперь эту черешню здесь рядышком черешни продается надо узнать сколько стоит вау это очень дорого это очень дорого нет мы не будем череши 20 евро за килограмм это дорого вот да амели прикольно на самом деле здесь так очень грязненько но целом ничего такого места места очень странно и амели слушайте а мы оказывается везучие потому что мы при мы все ли тут и девушка принесла нам меню и говорит что сейчас хайпи ауэ и цены довольно таки хороший потому что я слышал то что здесь цены не дешевые но когда хэпи а уж довольно таки дешевый допустим коктейли мохито обычно стоит 9 евро а сейчас 6 евро стоит винишка сейчас стоит 5 евро когда обычно она стоит 8 евро по моему в общем таки очень даже хорошо и не только на напитки кстати сейчас скидочка еще и на тапасы тапасы допустим обычно стоит 8 евро например гуакамоле и снег с начисом и сыром чеддер а сейчас стоит 6 евро вот вообще супер по моему до саль и также безалкогольные коктейли тоже стоят со скидкой не 8 евро опять евро ну что за красота и так если вы хотите знать хэпи ауэ он здесь он с пяти часов вечера а с 5 до 9 вечера вот так что имейте ввиду по моему потрясающее предложение да хотели называться прийти на кофеечек а тут на кофе то хэпи ауэр нету а кофе тут стоят сколько 5 евро на американо это мое любимое кстати люблю только американские капючино и латте это вот это вот все вообще не для меня и потому что этом чувство только одно молоко но не кофе вот так вот выглядит моя кофе пришла называется это странную деку да это все потому что блин это то если бы не хэпи ауэр я бы конечно бы не взяла и если бы это не был отпуск вот сейчас пробуем мой опирольчик что-то наш на улице холодно я взяла холодный опироль как пиво кстати пробуй не чехия лучше вино во франции беда опироль он и в африке опироль тяжело его испортить вкусненький хорошенький опирольчик знаете я внутрь зашла там да там вообще конечно выглядит так как будто бы сюда приходят побухать грязь на так и видимо может быть так все заведения самом деле в париже такие я еще не знаю как бы как опять таки это первый день когда уже через три дня можно будет делать выводы да там внутри как бы такое там тусо такая знаете про вечеринка брам тут прям как будто бы сюда приходит чисто потусит ребятки и там так но я бы больше бы сюда не пришла бы конечно такого не выглядит и самое туристическое место это место это туристическое место но это кафешка не совсем туристическая кого тут французы сидят а потому что даст и приходит на завтрак пьют кофе едят до завтрака сюда на завтрак вниз сядешь вот а вечером на завтрак да а вечером вот приходит такие как мы такие а можно кофе у нас хэппи тогда тогда пила в общем пока конечно париж столько эмоций вызывает я знаете как будто бы когда только вышла из метро у меня такое чувство было как будто бы моя тыква превратилась карета после диснейленда тыква или карета карета в тыкву карета превратилась тыкву вы знаете как с небес на землю меня спустили моментально там не такой мир был воздушный волшебство и все такое потом захожу тут это какой-то наркоман другие там орудь и чуть ли не дерутся этот чувак кинул как это не рассказала про женщину которую там орала да да рассказала как там еще это дедушка там кинул вот эту фигню у кого-то по моему и это палка с которой она шла он ее сломал и кинул а нифига себе не уверен но она взяла в него плюнула промахнулась и попала в женщину и потом женщина начала на нее короче там вообще просто и прикиньте я просто приезжаю вижу это и выхожу на улицу еще срач и потом мы заходим в airbnb airbnb подъезд как бы такое себе одну номер сам по себе более-менее нормально но все равно после не упор диснейленд вообще конечно не то пришли наши начисы начис гуакамоле посмотрите на эту красоту ями ями еще и сырный соус выглядит очень аппетитно нормально да пробуем начисы как и опироль они в африке начисы но без скидки не стоит 9 евро 9 евро я бы не стал платить за да я согласна сажига диете раз такое бы не стал платить а когда ты пауэр на сколько шоссе на до типа нормально но нам нельзя наедаться потому что после этого через час у нас резервация в одном месте классном мы зарезервировали и это за месяц да ну да может а вместо очень популярно туда просто так не попасть вот ему вам его сегодня покажем будем есть с вами фондю здесь на мармар ман мартер ман мартер господи еще бы выговаривать это слово вот ну вроде как место прям топ-топ-топ комментарии хорошие и мы смотрели там всякие фотографии выглядит интересно и хотим это место естественно показать и вам мы сейчас все идем то место коты про которого мы вам рассказывали очень классно и интересное или необычная вот немножко превратимся снова в детей к прям как диснейленде скоро поймете почему совете пока вот мы идем туда снимаю вам улочки парижа что передать вам атмосферу как здесь все мило красиво все здесь сидят пьют винишко кто-то кофе и очень 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 много здесь курят невозможно как много курят а вон уже смотрите люди стоят видите вот там вот люди стоят это авто заведение куда мы идем только у нас резервация есть а у этих людей не знаю если резервация называть я даже не буду читать как это называется просто вижу что пандюс поэтому видите у меня саня вансуз и тут такая фишка что нужно перелазить стол чтобы сесть нормально все это доволен меню мои любимые оливки и прошуто саня довольный пипец ой вау окей еще напитки какие-то ой как сладко это очень сладко не прошло и пяти минут как можешь усилили санечкой последний кто-то съел вообще и последние саня довольна сидит я как-то пока не могу понять для меня очень шумно и прям притык с нами сидят другие люди и вот видите плечо одного человека плечо другого человека и вот все так друг другу прямо блин я все рассказываю рассказывай все время забывай микрофон включать я говорила о том что нам принесли такие вот бутылочки соски и в этом вся фишка в этом заведении то что ты пьешь вино из таких вот бутылочек и смотрите здесь прям их логотип вернее не логотип нарисована иллюстрация их заведения поэтому я говорила что мы сегодня превратимся детей буквально на немного прям как в диснелэнде наш диснелэнд продолжается это уже немножко взрослый диснелэнд это неудобно пить это очень сухое терпкое вино принципе как во франции бывают потому что везде да где бы мне и не пили во франции вино везде такое сухое и терпкое и плюс еще с этой соской неудобно пить это это ребенок я так не могу сейчас помнишь все в детстве так мы заказали сырное фондю и здесь у нас хлебушек саня фаворит сейчас будем это дело пробовать как это работать берем хлеб это говорю как будто я эксперт в этом деле на самом деле я ни хера не знаю я первый раз сама это делаю мажем это все сыром или прямо еще еще офигеть это круто это мне кажется очень горячо это конечно необычное заведение и сюда люди идут больше за впечатление длинные столы создают атмосферу дружбы и веселья где вы бок о бок сидите с такими же любителями сыра и веселья здесь фиксированная стоимость похода 31 евро на человека что входит в эту сумму аппетайзер который мы уже вам показывали и сладкий оператив кирк на выбор вам также дается два вида фондю мясное и сырное в основном если честно все берут сырное ну и конечно главная фишка заведения это вино в детских бутылочках что придает еще более забавную атмосферу этому месту после основного блюда предлагается десертный выбор и мы как раз переходим к ним прям вовремя подъехал наш мусс ой наш десерт у меня шоколадный мусс кусание что это у тебя такое я тоже не знаю но выглядит как мороженое это не мороженое что это у тебя полчаса да попробуй мой шоколадный мусс шоколадный мусс намного лучше это сашина фигня вкусная фигня какая-то gains нам тут еще принесли шот какого-то напитка Приторно-сладко и алкоголь совсем не чувствуется Как вода, как он не сказал Как сок Какой-то наш клюквенный какой-то Или же бруснище сок По-любому там алкоголя Добегает больше Мы здесь сидим в таком классном местечке С видом на скверх с художниками Смотрите Та-дам И мы здесь сейчас сидим Пьем горячий шоколад И сейчас будем пробовать настоящий французский завтрак Это горячий шоколад с круассаном И здесь в комплекте еще шел апельсиновый сок И все это богатство стоит 10 евро Все верно? По идее нужно, как я видела в видео Мы ломаем круассан Сейчас французы просто такие Что она делает? И короче макаем горячий шоколад И это все дело едим По идее это так Если честно, странно Если бы горячий шоколад Он был бы погуще Такое чувство, как будто это не горячий шоколад А какао Вот Очень странно Круассан очень сам по себе вкусный А вот то, что макать его туда Как-то очень странно на вкус получается Хочешь попробовать? Так, так, так Саня пробует Ну, в том месте, которое мы изначально хотели Мы по видео смотрели Там был прям густой горячий шоколад, да? А тут как какао Как вода? Нормально Ну, как вода же? Ну, жиденький, но густо Мне нравится Саше нравится Мы оставим вам локацию того заведения, куда мы хотели пойти изначально В описании под видео, на всякий случай Потому что здесь вот реально просто вода А там прям мы видео видели Прям такой горячий, густой шоколад И туда вот помыкать круассан Мне кажется, очень вкусно Мы, наверное, на самом деле постараемся оставить всю нашу карту В описании ссылку на карту, которую можно будет скачать, если получится Да Мы попробуем Потому что у нас целая карта с заведениями, с кафешками И везде расписано, что там можно увидеть Почему мы выбрали это место Да, вот Ну, блин, ну, только горячий шоколад разчарование, честно сказать Нормально Мы, наконец-то, по-моему, определились, где будем покупать картину И нам вот нравятся вот эти вот маленькие картинки Стоят 50 евро Да, и мы думаем между вот этой вот картиной Ну, как это, Эйфелева башня Или же Сакрикер Потому что мы тут остановились, да? Да Но мне кажется, все-таки, наверное, Эйфел Тауэр лучше взять Отсюда прям, да, надо забирать? Вот эту вот, думаю, взять Давай ее купим или как? Да Хорошо Все Мы решили взять вот эту Can we buy this one? Нет, нет Нет, конечно Здесь работа, конечно, просто И почему-то именно возле этого художника очень много, да, людей Там он подписал, получается, год Дату Да, и свою подпись поставил Все Наша картина Уже будет в Афлоренции еще купить в Афлоренции Да Спасибо большое Все Здесь наше сокровище А, он прям запечатал? Уже подкрою дома Мы такую классную картину выхватили вообще Просто Я иду там вольно, счастливо И этот художник, он очень такой милый, он такой дружелюбный Все к нему подходят Он как будто там, я так понимаю, это предыдущие покупатели, да, были? Или друзья подошли просто Обнимаются там все такое И вокруг этого художника очень много людей Все останавливаются на его картинах, они очень красивые И он сказал то, что одна картина засыхает два месяца Да, но масляная Да, потому что это масляная картина, да И это, конечно, вообще просто И мы выхватили эту Эйфелевую башню Ах, я такая счастливая Теперь у нас дома будет эта картина и напоминает нашу поездку Еще прикольно, что... Еще прикольно, что он подпись поставил И это написал место Монмартр И поставил эту дату в покупке Смотрите, что Санечка увидел Это же Рататуй И всего лишь стоит одна такая картина Два пятьдесят евро Ну, это, конечно, запечатано, но все равно прикольно Смотрите, как классно Ой, вообще огонь Дёп, круто? Да Смотрите, как прикольно Вот это вот мозаики Они такие маленькие Вон, такие маленькусенькие внутри И вот такая вот мозаика стоит пять с половиной евро Вообще классно, слушайте Можно какую-нибудь взять себе И дома собрать такую вот мозаичку Здесь разные есть На любой вкус и цвет Мы взяли вот такой вот пазл Сакрикер Все-таки мы здесь жили И это Дома соберем Потом маленькую рамочку поставим Повесим, да, дровочка? Да И вот там вот находится Кверс с художниками, да? И вот сюда вот просто проходите И здесь вот маленький магазин Даже названий нету никакого И здесь вот находятся вот эти вот пазлы Прикольные Мы вот купили И картину вот с Рататуйем тоже здесь купили Мы зашли в зоомагазин И тут смотрите, что вы видели Круассаны И мы хотим это купить Чиби Чиби это наш пёсик любимый Вот Мне кажется, прикольный подарок будет для Чиби, да? Круассанчик И стоит такой круассант, кстати, 15 евро Вот И здесь есть вот такой Еще и Эйфелева башня Вот разные Разные игрушки, да Всякие тетрисы Вот здесь вот, короче, большой выбор всего И прикольный такой магазинчик Так что локацию на этот магазин тоже оставим в описании под видео Как всегда Вот как магазин выглядит со стороны Так что это Взяли визиточку Здесь можно купить круассаны для ваших собак Вот мы и подошли к стене любви, но Стена любви закрыта И вот написано, что идут ремонтные работы по этому Но мы можем посмотреть хотя бы так 18 мая открывается через неделю получается А, да ладно 18 мая открывается Представляете, а сегодня 9 мая Совсем чуть-чуть, да? Ну ничего страшного Зато мы можем хоть и так это увидеть И здесь рядышком вот есть магазинчик Да, стена любви тоже И все, хочу туда зайти Сейчас туда зайдем, посмотрим У нас такой, видите, маленький такой мини-шопинг Все, покупаем, покупаем Знаете, что самое забавное? Мы в Диснейленде мало потратились Такие, ой, потому что когда ты в Диснейленде взрослый Тебе не так много чего надо Тебе же не нужны там игрушки, все вот там духи Мы такие, какие мы молодцы, много денег сохранили А вот мы приехали в Париж И тут просто хочется все скупить в Париже И не зря же говорят, что в Париже витрины хочется облизывать Так оно и есть Хочется все сразу купить здесь Тебе все моментально надо Вот вся, любая картина, любые безделушки Тебе все вот надо Вот, ну, не, вернее Саня вообще ничего не надо А Залине? А Залине все надо, да, Сань? Смотрите, вон, картина «Стена любви» Можно купить и дома повесить, если хотите Есть кружечки А, смотрите, «Стена любви» это что такое? Вообще там написано слово «Я тебя люблю» на разных языках мира Здесь «Евро» такая картина «Стена любви» Но нам она не нужна Здесь есть, вот смотрите, такие вот открыточки Вон, закладки для книжек есть В общем, нам здесь особо ничего не понравилось Мы ничего не купили, поэтому движемся дальше Теперь мы идем Мулен Руш Да, Мулен Руш Посмотрим это А я не знаю, как они называются Короче, сверху, сверху мельницы упала вот эта штука, которая крутится, она упала И интересно, поставили ли ее обратно Да Она буквально на прошлой неделе, по-моему, да? Совсем недавно Интересно будет посмотреть на Мулен Руш без этой штуки Нам везет Мы не знаем, как она называется Сейчас прогугли Вот мы и дошли до мельницы Мулен Руш И да, Саша погуглил, называется «Крылья», да? Да Крыльев нет Крыльев в мельнице Да, крыльев в мельнице нет Вот Упали Невелю назад Знаете, это эксклюзив-эксклюзив контент, потому что все обычно снимают с крыльями Саня говорит, а мы без крыльев Где вы такое еще увидите? Только у нас на канале Здесь народу так много, как будто мы пришли смотреть Монолизу Да? У нас в Акрикерии так не было много народу, как здесь Так, наше обычное видео Мы здесь были Мулен Руш Все Без крыльев Эксклюзив Только на нашем канале Без крыльев